Всем привет! Добро пожаловать на подкаст Dave Trends. Традиционно в этом коротком выпуске подведем итоги прошедшей недели и расскажу о том, что нам готовит предстоящая неделя. Также хочу напомнить о том, что вся представленная информация в канале не является торговой рекомендацией и представляется исключительно в целях ознакомления и самообразования. Все, что вы услышите здесь, это плоды моих наработок с американскими и канадскими коллегами, с которыми я сотрудничаю очень плотно. Единственное, что я с ними работаю исключительно ночью из-за разницы во времени и вот на этих ночных зум-конференциях мы и разбираем рынок на молекулы, чтобы, а, понять, что происходит и, б, основываясь на той информации, которую нам удается собрать и понять, выстроить стратегию на предстоящий день, несколько дней или неделю. Вот, давайте пройдемся по итогам недели. Первое, что хочу отметить, что мы возобновили работу по стратегии Ad Astra. Я начал публиковать ежедневные обзоры бумаг, которые дают десятки процентов и по понедельникам я публикую данные бумаги в нашем телеграм-канале, в дискорде они публикуются ежедневно. Также я возобновил стратегию Ad Astra Swing и сделал описание, то есть выложил ролик, где управляющие рассказывают то, как нужно работать с данной стратегией, как они достигают этих цифр, 515 процентов в месяц, вот, на что нужно обращать внимание и так далее. То есть здесь есть подробное описание, что они делают, как они делают с этими бумагами. Также хочу напомнить, что у нас регулярно публикуются бумаги по уровням, где можно по уровням заходить и забирать профит в интересных бумагах. Мы готовим сейчас, пишем робота, который будет первично искать такие бумаги, конечно не делать такую разметку крутую, как здесь, но первично срез рынка делать и предоставлять список бумаг, с которыми интересно работать. И второе, мы в рамках этого робота сделаем так, чтобы он нам сигнализировал вот о том, когда произошел пробой и когда нужно входить в лонг. То есть мы сейчас пишем этого робота и я надеюсь, что получится что-то толковое и интересное. Вот, что еще из интересного у нас произошло? ЗАГС выпустил сразу несколько качественных отчетов, они подобрали очередные семь бумаг на предстоящий месяц. Далее они подобрали первоклассные бумаги бенефициара индустрии 5G и четвертой технологической революции и также они выпустили бумаги на на предстоящий сезон, то есть бумаги, которые могут до конца лета удвоить вложения. Вот, поэтому рекомендую ознакомиться, посмотреть, что они, что они предлагают, сверить с вашими портфелями, может эти бумаги уже есть в ваших портфелях. Вот, поэтому будет довольно интересно, интересно сделать срез. Что еще из важного? Скоро мы напишем по этой стратегии, подведем итоги месяца и посмотрим, какой ETF надо купить. Я напомню, что в рамках ETF инвестиций, ETF стратегии у нас есть стратегии, основанные на двух ETF, только на двух и одна из бумаг покупается по итогам месяца, то есть выбирается бумага по итогам месяца. Есть условия, по которым выбирается бумага, та или иная, и таким образом достигается доходность акции с риском облигации. То есть это минимально волатильная стратегия для тех, кто не любит волатильность, но хочет там раз в месяц участвовать в жизни рынка. Вот есть стратегия, основанная на двух ETF. Есть ее динамика, мы здесь видим файл, который все показывает, вот как это все работает и доходность этой стратегии тоже показана, поэтому можете ознакомиться и взять ее на вооружение. Скоро Евгений напишет, какой ETF нужно покупать по итогам месяца. На прошлой неделе у нас не было ребалансировок в тактическом трендовом портфеле по США, были ребалансировки в российском портфеле. Напомню, в российском портфеле я отражаю две стратегии управляющих ВТБ и управляющих Сбера, Сбер-CIB. Вот это их портфели, можете тоже посмотреть, что они здесь делают и что они покупают, либо продают. В отдельную ветку я выложил портфель, собранный по женской интуиции американских трейдеров, и он себя довольно неплохо чувствует на текущий момент. Также он опережает и индекс широкого рынка, и лучший портфель на платформе TipRank, и средний портфель на платформе TipRank. Вообще чувствует себя в портфеле очень хорошо, чему я очень и очень рад. Вот, это что касается последних изменений в дискорде и итогом стратегии, по которым мы работали в рамках недели. Здесь ребята писали, что они забрали там 5-10 процентов по бумагам. Я этому очень рад. Я в конце данного ролика расскажу, как я работаю. Вкратце я об этом уже говорил, но еще раз подчеркну, как я работаю с этой стратегией. И вообще молодцы, что и риски ограничиваете, и доходность забираете. Мне прямо это очень лестно. Потому что, ну, забегая вперед скажу, да, что все мы понимаем, что любое начало имеет свое окончание. И я уверен, что наша группа тоже когда-то, когда-нибудь придет к своему логическому завершению. И я очень хочу, я почти что уверен в том, что каждый участник группы научиться регулярно получать доход. И научиться, несмотря на то, что где он работает, чем он там занимается, неважно, что он будет понимать, что он может выйти на рынок, и он будет знать, как он может забрать, заработать себе денег. Я очень хочу, чтобы это произошло сейчас, через месяц, через год, через пять лет. Не знаю, сколько наш клуб проживет, но единственная его цель такова, чтобы каждый участник научился регулярно получать доход. Потерял он работу, начали мало платить денег, инфляция выросла, не знаю, девальвировалась валюта и так далее. Он должен понимать, что он научился, он знает, как, он может прийти и ограничить себе риски заработать денег, заработать себе на хлеб, на аренду квартиры, машины, там, неважно. Вот, что он может себя обеспечить, несмотря на то, что, что происходит вокруг него. Окей, давайте пойдем к тому, что нам готовит предстоящая неделя. Окей, у нас закончилась 30-я неделя, и мы переходим в 31-ю неделю, также у нас закончился логический месяц, мы переходим к последнему месяцу лета. Индексы слева у нас позапрошлая неделя, справа у нас прошлой неделя, хотя и индекс спай, предположим, не предположим, спай и достиг по итогам недели, не по итогам, а внутри недели он достигал максимумов, но по итогам недели он, видите, он откатился. DAE откатился, IVM плюсует, он плюсовал и на позапрошлой неделе, QQ рос, перестал расти, и Virgin Markets падали и продолжили свой рост, EFA продолжает по чуть-чуть ползти вверх, TLT тоже ползет вверх, золото по итогам позапрошлой недели корректировалось, начало расти, и смотрите, как активы grow, акции категории grow, они росли, очень сильно свалились по итогам прошлой недели, VTV, value акции росли, по итогам позапрошлой недели, и по итогам прошлой недели они уменьшили рост, но не свалились в минус. То есть рынок разнонаправленный, поэтому я вот две стрелки отметил, что они что вверх, что вниз, но то, каким выводом пришли управляющие, они, конечно, немного меня напрягают. Сейчас вам, собственно говоря, покажу. Итак, сектора, которые росли, металл майнинг, gold miner, то есть добытчики золота, добытчики металла очень хорошо росли, и сам металл очень хорошо рос. Крипто, блокчейн наконец-то начали расти, и это видно по самим криптовалютам, они вышли на зеленую территорию, тоже начали подрастать. Material, solar, clean energy тоже подросли. Что продолжает валиться? Китай, хотя они там власти начали понимать, что слишком сильно закрутили гайки, и решили все-таки немного подуспокоиться, но поздно, как говорится. И как я уже неоднократно подчеркивал, американские трейдеры, тем более инвесторы, с Китаем не работают. Да, безусловно, на американском рынке тоже хватает компаний а-ля Lucky Coffee, которые там мухлюют, но все же одно дело, когда... Вы понимаете, да, сколько рисков есть? Есть риск внутри компании, когда что-то там кто-то мухлюет. Есть риск рынка, что акции свалятся по каким-то причинам, да, потому что сектор там пошел вниз. Есть риск еще и государственный. Вот Китай забирает все три риска. Если на американском рынке вы забираете один риск, риск рынка, то, работая с Китаем, вы забираете все три риска. Оно вам надо? Ну, не работают с ними. Вот я не вижу адекватно, кто работал бы с Китаем. Интернет Фэнк падает. И вообще обидно, что технологический сектор, отчитываясь, не вытащил рынок. Там я видел, вообще народ слил бумаги еще до отчета. И я об этом говорил в позапрошлом выпуске, что народ, как говорится, труханет и сольет. Ну, вот так и произошло, собственно. В конце концов, дикришн, дикришн, тоже сваливаются ритейл, техи, биотехи, индустриал, в общем, утилит там в плюсе чуть-чуть. Вот эти вот слабые сектора, которые показали слабость по итогам недели. Ну и вот мы продолжаем работать на трусливом рынке, где уже экстремальный страх. Напомню, что мы в прошлого года были вот здесь вот где-то. Ну, тогда и рынок был другим, но мы были здесь вот. Вот. И сейчас мы чуть повыше. Мы были, по-моему, даже, да, там в ноль падали. Ну, сейчас экстремфир. И мы видим, что этот показатель, он снижается. Постоянно снижается и месяц назад, и неделю назад, и в пятницу. То есть, ну, сказать, что народ испуган, не сказать ничего. Что самое напрягающее меня, да, и на что я обращаю внимание. Delta Market Sentiment Indicator. Есть такой индикатор. Вообще, у каждой компании, вы знаете, есть свои индикаторы, основываясь на которые, менеджмент этой компании принимает те или иные решения. У Morningstar есть свои индикаторы. У ЗАГС есть свои индикаторы. И вот есть индикатор у данной компании. И их управляющие делают выводы такие, что если индикатор, он ниже 50, а он есть ниже 50, то значит рынок медвежий. И что они делают? Вот их рекомендация, их движение, их решение по портфелям такое, что они уходят 100% в кэш. Вот смотрите, банды в нолях, экуйтесь акции в нолях, кэш 100%. Это вот их решение. Если мы вернемся в Discord на минуточку, да, я вам покажу, что я ушел на... Идем на портфель. Что я обновил портфель и свой портфель, и у меня сейчас в кэше 90%, а в активах только 10%. Вот. Потому что я не хочу, чтобы меня поглотил вот этот тот росливый рынок. Просто пусть они там свои свои проблемы решат, потом я вернусь на рынок. Но сейчас вот то, что происходит, вы видите перед собой, что общая рекомендация уходить в кэш полностью и ждать восстановления нормальной ситуации на рынке. И мы видим по кэш-треку, что это и происходит, что люди уходят в кэш, да, и это видно не по месяцу, это видно не по бандам, что вот кривая пошла вниз. Вот. Ну, вот, собственно, вот вам и настроение. Если мы берем среднесрочных инвесторов, у них сантимент нейтральный, да, порядка уже 40%. Он самый высокий, начиная с января 2020 года. То есть вот в январе было такое настроение, и вот сейчас оно такое же. Медвежий настроение 24 и Бычева 36. Здесь тоже, то есть и трейдеры, и среднесрочные инвесторы, они напуганы, и никаких активных действий на рынке предпринимать они не будут. Это, в свою очередь, отразится на ликвидности рынка. Инсайдеры находятся в таком, в коридоре своем стабильном, никаких рывков нет, спокойно двигаются по нему. Вот таких скачков, слава богу, сейчас нет. И сети паник эйфории тоже никак не меняется, она находится на стабильном уровне. А вот advanced decline, он говорит нам о том, что вот это вот рассинхрон, исторический, да, это исторические данные, вот это исторические, это вот текущие данные, такой рассинхрон всегда говорит о слабости рынка. Вот здесь, видите, что произошло потом. Вот здесь похожая ситуация. Мы идем на хаи. Будет ли то же самое, никто, конечно, не знает. И я повторю, что ни я, ни мои американские или канадские коллеги прогнозами не занимаемся. Зачем нам это? Мы смотрим на то, что нам говорит рынок и действуем по ситуации. А вот метеопрогнозами мы не занимаемся. Но историческая картина вот такая, что в марте была, в феврале, то есть была похожая ситуация. Это был рассинхрон, а потом мы упали в пропасть. Возможно, кстати, вот эти ребята, вот они где, вот эти, обкешиваются, чтобы когда вот все свалится, здесь вот, если ситуация будет похожая, да, я в этом вспоминаю, но посмотрим, чтобы они подобрали здесь. То есть, возможно, они вот здесь вот решили выйти в кэш, да, вот здесь вот. Вот. И потом, чтобы, если ситуация повторится, забрать движение. Вот. Это вот что касается advanced decline. Что касается put call ratio, тут ситуация чуть-чуть получше. И напомню, что мы должны находиться ниже единички. Мы находимся ниже единички и продолжаем снижаться. Это хорошо. То есть, смотрим вниз. Не продолжаем снижаться, а смотрим вниз. И закончили неделю смотря вниз. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Просто следите, чтобы put call ratio был ниже единички. Это говорит о том, как сильно хеджируются на рынке управляющие. Волотилить индекс? Ну, конечно, без комментариев. Вот я отметил самые волатильные точки, когда отмечал. Думаю, зачем я их отметил? Нужно было отметить, наоборот, те уровни, которые были ниже психологического уровня 18 долларов. Потому что их было бы меньше. Рынок чрезмерно волатильный. И вы видите, все, что выше 18, я напомню, это для нас очень плохо. И мы видим, что выше 18 мы большую часть торгов находимся. Мы хоть и возвращаемся на безопасную территорию, но в целом мы большую часть выше 18. И это видно по таблице. И неделю мы закрыли тоже выше 18. И волатильность сохраняется. Маклилан Summation Index. Да, это позапрошлая неделя. И ситуация на рынке резко начала меняться в худшую сторону. Хотя она менялась уже, наверное, последние два месяца в худшую сторону. Напомню, что RSI мы должны быть выше 30, а мы ниже 30. По NYSE мы должны пробивать средний вверх. И NYSE должен быть черным. А мы пробиваем все вниз и идем еще ниже. И по MACD мы должны быть выше 0, а мы тоже здесь снижаемся активно. По итогам прошлой недели ситуация чуть-чуть вот здесь подала нам надежду, что она, возможно, будет выравниваться. Я в этом сильно сомневаюсь. Скорее, это был такой скачок эйфории, когда мы достигли какой-то момент там хаев по S&P. Но я думаю, что здесь ничем хорошим это все не обернется. Здесь разворота не будет. Посмотрим, какие будут отчеты на предстоящей неделе. В Дискорде, по-моему, Иван уже опубликовал ветки Wall Street. Да, вот они. Будут сильные отчеты. Будет интересная неделя. Будет много сильных отчетов. Посмотрим, как они себя покажут. Хороший отчет выложил, кстати говоря, Иван также от Тиньков. Можете почитать по этой отчетной неделе. Кстати, да, пока мы в Дискорде, извините, что я вот так прыгаю, вспомнил, что мы запустили сильных, хороших роботов. И по опционам можно смотреть, и внутри бумаг можно смотреть, какие бумаги шартят, какой уровень шартов, путов, колов. Здесь очень-очень удобно все это смотреть и по индексам, и по бумагам. И также мы запустили второго робота, который собирает информации по отчетам и по изменениям рейтингов. Он все автоматически публикует здесь. Можно задавать ему команды. Все команды есть вот здесь вот в закрепах. Давайте вернемся в Summation Index. Итак, Summation Index отражает нам то, что на бирже пока все плохо. И как настроение, смотрите, у нас синхронизировалось у американцев и у российских трейдеров. Может потому что я все отсюда беру и сюда рассказываю. В общем, настроение у нас одинаковое. Следующие 100 пунктов по S&P все ждут ожидаемое снижение. Американцы ставят на то, что 45%, 45,2% ожидают, что будет рост, 54,8% ожидают, что будет снижение. И 46% российских трейдеров ожидают, что будет рост, и 54% что будет снижение. Я рад, что у нас идет синхронизация и есть единое понимание того, что происходит. Это говорит о том, что мы держимся верно у курса и делаем правильные вещи. Это очень хорошо. Главный вывод. Рынки постоянно находятся в состоянии неопределенности и текучести. И деньги делаются путем исключения очевидного и ставки на неожиданное. Джордж Сорос. По-моему мне в группе несколько раз писали о том, что вот такая-то бумага, сейчас будет такая-то активность и она вырастет. Или будет такая-то активность и она упадет. И этого не происходило. И я помню также была ситуация с банковскими бумагами, которые все ждали, что они подрастут под отчеты, а они взяли и не подросли. И то же самое было с техами. Что я хочу сказать, что то, что на поверхности и там, где толпа, там реально денег нет. То есть надо искать те вещи, которые не видят все остальные все подряд. И читать между строк, читать волатильность, что и как происходит. В этом и заключается фокус зарабатывания денег. Посмотрите на те сигналы, которые я даю в рамках стратегии канадской Ad Astra. Да, этого уже нет нигде. И этого нет на рынке. А мы берем и на этом зарабатываем. Потому что это не общедоступно. Вот о таких вещах я говорю. Какой геймплан? Геймплан очень интересный. Я временно не буду работать со стратегией Ad Astra Swing Trade. Я оттуда забрал деньги и переложился в Ad Astra Day Trade. Также я буду работать по уровням, по бумагам, которые публикует Оля в Дискорде. И напомню, что я в кэше на 90% сейчас. 10% от то, что у меня уходит вот сюда. На трейдинг сюда и на трейдинг сюда. И чуть-чуть у меня осталось в ETF. Возможно, у меня произойдет консолидация всех ETF в один в SPY. Не знаю. Надо смотреть на рынок. Но мне вот не нравится сейчас. Я когда сокращал внутри ETF объемы, я столкнулся с тем, что там очень маленькая была ликвидность. И некоторые бумаги продавались у меня несколько сессий. Мне это не понравилось. Вот. И, возможно, я либо сокращу до минимума, либо просто все это переложу в ETF SPY. Посмотрим, что скажет нам рынок. Самый важный геймплан. Ребят, я повторюсь, что единственная цель нашего клуба, моя цель, чтобы после того, как клуба не станет, а его когда-нибудь не станет. Чтобы каждый из вас научился зарабатывать регулярно деньги. И я хотел бы отметить один важный момент. И это, наверное, касается в первую очередь стратегии Ad Astra. Вот канадские бумаги, которые выстреливают там на 50, 60, 100, 300, 500 процентов. Вот. Как работать безопасно? Я очень часто слушаю, что вот я думал, бумага будет расти дальше, она взяла и не выросла. И я там пошла вниз, и я потерял то, что изначально было заработано. Да, первоначально я хочу отметить, что пока вы не зафиксировались, вы не заработали и не потеряли. Вот. И это первое. Второе. Что касается канадских бумаг. Такое происходит, когда вот вы говорите, что я думал, что бумаг пойдет вверх, а она не пошла. Такое происходит, когда у вас нет четкого плана. И когда у вас нет вот этого предела, не знаю, жадности или аппетита. Когда вы не знаете, сколько вы готовы забрать. Я всегда знаю, сколько я готов забрать. Условно, вот просто давайте в цифрах, чтобы было не в процентах, вот в цифрах. Условно я знаю, что каждый день я готов забрать 10 тысяч долларов и уйти. То есть я вот возьму 100 тысяч, выйду на day trade, заберу свои 10 тысяч, заработаю сверху и выйду. Сделаю это за час, за два часа, не важно. Но я торгую всегда максимум пару часов. Но мне я себя через боль и страдания отучил от того, что вот я вышел из бумаги, забрал 10 тысяч. Она пошла вверх и я мог забрать 300 тысяч. Я вот от этих вещей отказался и избавился. Почему? Потому что зачастую, по статистике исторической, пару раз да, может повезти и вы пойдете вверх, ожидая, что бумага вырастет и ваши ожидания оправдаются. Но дальше 9 из 10 случаев вы будете терять, бумага не будет идти вверх. Поэтому вывод, мораль. Определите сумму, которую вы забираете и уходите. Просто вот сумму определите, забирайте и уходите. Не важно, куда бумага дальше пойдет. Вот не важно, что вы на следующий день откроете или через час откроете или к вечеру откроете терминал и увидите, что вы могли заработать не 100 долларов, а 10 тысяч долларов. Это не важно, поверьте. Если страдать вот таким синдромом Фома, то на долгой дистанции трейдинга вы растеряете депозит. Вы просто превратитесь в те 99% трейдеров, которые все теряют. Определите сумму. Вот просто зафиксируйте, будьте у себя в голове, вот я себе вот здесь написал. Просто забирайте 100 долларов в неделю и уходите. Вот просто забирайте 100 долларов и уходите. Вот берите 1000, выходите на рынок, не важно какая это стратегия, это Астра, по уровням трейдинг, не важно. Забирайте 10% или там 100 долларов и уходите. Если у вас депо на трейдинг не 1000, 10 тысяч или 100 тысяч, не важно. Определите сумму, забирайте ее и уходите. Вот забирайте 100 баксов и уходите. Это очень сильно вас выдрессирует в нужную сторону, в нужное русло. Когда вы научитесь забирать 100 долларов, дальше, да, в неделю. Дальше вы научитесь забирать 1000 долларов в неделю. Дальше вы научитесь забирать 5000 долларов, 10 тысяч долларов. Начните просто со 100. 100 долларов, на самом деле, среднестатистически неплохая сумма, причем и для европейских стран, и для России, 100 долларов в неделю, пассивного дохода, как бы это средний поход в магазин, 100 долларов в неделю в Европе уж точно, ну, в России, наверное, поменьше, но на 100 долларов в неделю, предположим, человек зарабатывает 1000 долларов в неделю, в месяц этого зарплаты, 1000 баксов в месяц он зарабатывает, и у него есть возможность одну месячную зарплату выделить и делать из нее 400 долларов в месяц сверху, просто 100 долларов в неделю, у него есть 1000, он берет и делает сверху 400, и если он завтра потеряет работу, да, не важно, что произойдет, придет новый руководитель со своей командой, провалится проект, наступит кризис, не важно, он будет понимать, что у него есть вот это 1000 на его брокерском счете, да, и он может прийти и продолжать забирать 100 долларов в неделю, и не важно, кто этот человек, айтишник, водитель троллейбуса, ухаживать за коровами, не важно, он знает, что он придет и заберет 100 долларов в неделю, потому что он научился это делать, он знает, где брать сигналы, он знает, что они есть в Дискорд, они публикуются каждый день, есть по уровням, есть Астра, он может прийти и забрать, у него есть второй источник дохода, я не назову его, конечно, сильно пассивным, потому что все-таки надо работать, но зато он будет понимать, что может прийти и свой этот минимум заработать, просто зафиксируйте, не важно, куда бумага уйдет, всегда ограничивайте риски, вот я тоже в Телеграме, в нашей группе прочитал, что кто-то там написал, что вот вы инвестор, там долгосрочный, что-то такое было про стопы, что долгосрочному инвестору не нужны стопы, я вам так скажу, не важно, вы работаете внутри дня, внутри недели, внутри месяца, или у вас стратегии на 100 лет, у вас всегда должны быть стопы, если у вас есть скользящие стопы, стоп, трейл-лимиты, вообще шоколадно, но стопы должны быть всегда, ребят, на любой бумаге, на любой стратегии, на любой, на любой, на любой, никто не знает и не может управлять рынком, куда он себя поведет, черт его знает, стопы должны быть всегда на любом портфеле, на любом, хоть вы там купили бумаг на 500 лет и сказали, вот это моим детям, которые еще не родились, не важно, или внукам детей, не важно, это все не важно, стопы должны быть всегда на любой стратегии, на любой, больше, вот я тут отметил, стоп, да больше вас ничего не защитит на этой рынке, ничего, никакая диверсификация не спасет, скажите это ребятам в феврале прошлого года, их спасла диверсификация? нет, никого, падало все, золото, серебро, нефть, банды, вообще все, все катилось в ад, и никого и ничего не спасло, поэтому, пожалуйста, используйте стопы, используйте стопы, я об этом постоянно пишу и говорю, как попка-дурак, используйте стопы, и выдрессируйте себя, зарабатывайте сумму и уходите, забирайте 100 баксов в неделю и уходите, просто напишите в дискорд, в этот астрочат, что я забрал 100 баксов, я забрал 100 баксов, все, да, и еще важный момент, самый сложный момент, когда вы забрали 100 баксов, да, я имею в виду, вы заработали их, заберите их с рынка, не надо их оставлять там, вот это вот рефинансирование, реинвестирование, извиняюсь, реинвестирование, в Америке нет такого, потому что кайфа не будет от этого, вот вы представьте, у вас была 1000, а по итогам июля вы сделали 1400, и ничего себе не купили, не улучшили качество жизни, не купили себе какие-нибудь, все что угодно, хотели телефон поменять, хотели в машине ремонт сделать, в квартире, на даче баню построить, эти деньги надо тратить, эти деньги нельзя реинвестировать, у вас, вы не будете получать удовольствие от трейдинга или от инвестиций, реинвестирование, вот у американцев не существует, у управляющих не существует, у него всегда, вот вышел он на рынок, у него есть в начале 2021 года миллион долларов, он заработал по итогам года второй миллион, то есть у него по итогам 2021 года 2 миллиона, он второй миллион забирает с рынка, забирает и остается с миллионом до начала 2022 года, всегда, это тоже железное правило, как и стопы, как и отсутствие эмоций, как и присутствие стратегии, как и железная дисциплина, как и забери 100 баксов и уходи, это канадская стратегия, тоже нам об этом всегда говорит, вот управляющий нам всегда об этом говорит, ребят, определите сумму, забирайте и уходите, пожалуйста, не гонитесь вот за этим, вот, вот, где указка, вот за этим не гонитесь, не надо, уходите, забирайте и валите, как говорится, после нас хоть потоп, уходите, никто не знает, что будет с этим, вот, есть уровни, мы их отметили, здесь покупайте, здесь продавайте, не дошлись, даже если вы вот здесь вот забрали 100 долларов по серединке пути к профиту, да, согласно стратегии, вот, вот, вы видите, что вы идете вот к профиту, но вы достигли вашей стратегии, а я напомню, все эти сигналы, вот, то, что я публикую, их цель, во-первых, чтобы научиться торговать, но второе, чтобы на основе этого разработать свою стратегию, свою, не следовать этому, а свою, поэтому, если в рамках вашей стратегии, следуя которой вам надо забрать 100 баксов, забирайте и, пожалуйста, уходите, уходите с рынка, уходите, займитесь семьей, детьми, родителями, чем угодно, рыбалкой, чем угодно, выключите терминал, выключите терминал и уходите, проведите работу над ошибками, неважно, посмотрите свои другие активы, посмотрите фильм какой-нибудь, все, что угодно, отвлекитесь, поработайте руками, чтобы голова отдохнула, подумайте, куда вы потратите 100 баксов, наконец. На этом, пожалуй, все, я извиняюсь, если было много демагогии, я просто не блогер и пытаюсь всеми силами донести до вас информацию, которую получаю на Wall Street, получаю от действительно умных и успешных ребят, которые каждый день делятся своим успехом, и я просто хочу, чтобы те ребята, которые со мной в клубе, со мной в команде, тоже были успешными и зарабатывали свои деньги. На этом все, держитесь верного курса, всем удачи, ребят, всем пока!